Здравствуйте, друзья! Сегодня 24 марта, местное время 13 часов. Где я нахожусь? Я нахожусь в штате Алабама. Это место называется Форт Моргана. То есть, вот в этом направлении есть остатки звездной крепости Форт Моргана. И я нахожусь на такой вершине. Вот это мое место. Нахожусь на такой высокой точке, в этом порте. Вот в этом направлении порт Моргана. Вот в этом направлении остров Даффин. Вон там, видите, мост. Этот мост называется 193-я дорога. Мост Alabama's Duffin Connection Bridge. То есть, соединяет остров Даффина с материком. Дальше едем. Вот в этом направлении находится город Мобайл. Очень красивый город. Вчера ночью немножко прогулялся. И, значит, в этом направлении видите берег? Видите? Я тоже вижу. До этого берега от 15 до 30 километров. Вон до того моста 12,5 километра отсюда. Вот в этом направлении находится город Новый Орлеан. Штат Льюизана. От этой точки до города Новый Орлеан 200 километров. Вот здесь что я сделал? Здесь вот, если видите, вот такой вот крестик стоит, да? Здесь я вон той палкой, вон та палка поставил в центр и по зениту определил точный юг, точный север, точный восток и точный запад. Итак, вот этот камень – это у нас восток, а тот камушек – это у нас запад, это у нас север, а это у нас юг. Ясно, да? Потом, если видите, вот здесь вот стоят столбы. Вот эти столбы стоят. Вот эта линия – точное направление с востока на запад, правильно? И чтобы ориентир поставить, вот так если подвинуть, вот в таком положении, вон те столбы расположены на одной линии. И вот эта линия параллельна к этой палке, линии палки. Я поставил тут ориентир. Отсюда буду снимать закат солнца. Закат солнца будет проходить чуть-чуть севернее от города Новый Орлеан. То есть Новый Орлеан от этой точки находится примерно по азимуту. Это будет 265 градусов, где-то так. Примерно я говорю. То есть, если посмотреть на эти столбы, вот. Первый, второй столбы находятся на одной линии, потом третий столб за ними идет, да? Вот где-то между вторым и третьим столбом будет город Новый Орлеан, если смотреть отсюда. Я отсюда сниму закат солнца и после заката еще некоторое время продолжу съемку. Может быть, увижу ночные огни города Новый Орлеан. Высота этой местности я еще не успел посмотреть. Ну, примерно где-то, может быть, 15 метров. Где-то 10-15 метров над уровнем моря. Вот она. Это залив, а эта сторона Карибское море. И вон там вот, форт Моргана, звездная крепость. Звездная крепость, да? Будет женский род крепость. Итак, едем дальше. В этом направлении находится город Мобайл. Вот здесь вот, если вы видите, стоят такие вышки, да? Тут, наверное, выкачивают нефть, как я понимаю. Или газ, или нефть. Или танкеры сюда приезжают и что-то там делают, короче, наверное. Ну, это, короче, нюансы. И вот, значит, вот в этом направлении начинается материковая часть штата Алабамы. После острова Дофинь. Вон там вот бридж. И дальше идет материковая часть. И до этого материковой части плюс 15-20 километров. От этой точки до города Новый Орлеан 50 километров. Плюс-минус 1-2 может быть. Такая вот местность. Красота, природа. Там птички охотятся за рыбками. Люди на машинах въезжают на паром, чтобы переправиться вон туда. В город Мобайл или что там. Вот этот город я тоже не успел посмотреть. Тоже какой-то город. Так. Едем дальше. Вот этим, за этим причалом, вон там дальше видно вот такой местность деревьев, да, заросли такие. Типа полуострова выдвигается. До этого местности тоже где-то 10 миль. 9-10 миль это будет где-то 15-16 километров. Значит, за этим, вот этим, за этим полуостровом, 11 миль отсюда. Я остановился, там тоже есть такой причал. Такой вот причал, где люди могут на лодках причаливаться и отчаливаться. И там я непосредственно на этом причале. Высота причала где-то 70 сантиметров над поверхностью воды. И поставил на этот причал камеру на самом низком штативе. Снял противоположный берег. Противоположный берег. Если вот здесь вот на руках я объясню. Вот так вот стоит причал, да. Вот так вот стоит причал. Если от этой точки до этой точки вот так вот поставить, и по карте эту линию продолжить вдоль, пока эта линия не прикоснется с противоположным берегом вот здесь, вот это расстояние получилось 19 километров. Так, 19 километров получился, да, расстояние. И поставил камеру, снял на инфракрасную камеру с объективами 600 миллиметров, 1200 миллиметров и 2400 миллиметров. 19 километров я увидел полностью. Полностью я увидел. В 19 километрах из-за кривизны Земли формула нам выдает, что слепая зона видимости будет, если учитывать рефракцию, будет 15 метров. А без учета рефракции будет то ли 18, то ли 19 метров. Но там, на берегу, нету домов, которые свыше 5 этажей. Там, на берегу, есть дома, один, два, максимум трехэтажные дома. Три этажа – это будет максимум 10 метров. За этими домами, которые были построены на берегу, есть деревья. Деревья примерно вот такие. Максимум 15 метров высота. Вот эти деревья может 10 метров. Вон там машина стоит. Если высота этой машины полтора метра, да? Или метр семьдесят пять. Давайте. Потому что, когда подходишь к двери этой машины, макушка головы становится на одном уровне с крышей машины, да? Один семьдесят пять. И здесь вот раз, два, три, четыре, пять таких машин поместится на это дерево, на рост дерева. И если метр семьдесят пять умножить на пять, даже девять метров не выйдет. И, короче, значит, на девятнадцати километрах я видел деревья в полный рост. И видел вот такой вот берег, как здесь вот белизна, да? Вот песок я видел на берегу. Это я потом обзор сделаю. И, значит, вот такие дела, друзья. Вот такие эксперименты провожу. Люди гуляют, охотятся, делают рыбалки, рыбалки занимаются, отдыхают. Птички летают. Вон. Классно летает. Сегодня, значит, я побуду еще здесь. Сниму закат. Посмотрю на новый Орлеан, посмотрю на мобайл. До нового Орлеана двести километров. До города мобайл пятьдесят километров. Ночью, может быть, увижу огни. Сейчас, конечно, идет засветка. Поэтому из-за солнца идет засветка. Поэтому сам город мобайл сейчас не видим. Но вот в этом направлении, от этого острова Дофина до... Вон там мост, и далее вон там берег. Вот, 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 вот. Вот таким вот, в таком направлении берег виден. А дальше идет засветка. Вот такие вышки стоят, да? Нефтяные вышки. И потом, вот в этом направлении, примерно в районе от этого вышка направо, опять виден берег. Видимая часть берега от этой высоты примерно двадцать, двадцать пять, может, тридцать километров. Потом можно будет посмотреть по карте более подробно. Значит, это было такое объявление. И увидимся скоро. Вот наше солнце. И на этой красивой ноте объявляю рекламную паузу. До свидания. До новых встреч.